Если бы у нас в хозяйственном магазине продавали вилы, то их в первый день все раскупили. Вы поняли мою мысль? То есть народ уже довели, да? Да, значит, что получается? Есть недовольство, есть возмущение, а есть ярость. Вот уже последняя стадия – это ярость, когда не будут бояться ни дубинок, ни автоматов Калашникова, ни огнеметов. Они хотят, чтобы мы пришли в эту фазу. Зачем? Эта площадка строительная – одно сплошное большое нарушение, которое надо закрывать и устранять. То, что делает Собянин, достаточно такие жесткие авторитарные действия, жители не слушают. Это достаточно очень старый консервативный район Курьянова, жители которого хотят, чтобы просто остались в покое. Москва грязная, Москва чумазая именно из-за этого. Москвичи болеют респираторными заболеваниями именно из-за этого. На 90% в этом виноват строительный сектор. Вот на любую стройку заходим, на любую стройку заходим и видим вот такой беспредел. Вот любую, тыкайте, вот тыкайте любую вообще место и будет все то же самое. Почему? Потому что АТ проплачено, прокуратуры нет. Суды, обращайтесь в суд, это типа пошел по такому-то адресу. Вот, вот у нас КАМАЗ стоит на песке. Да. У нас стоянка на земле, грубо говоря, запрещена. То есть у нас должно быть оборудовано твердое, усуществительное покрытие, типа асфальта. Сейчас у нас земля впитывает все, что из него течет. Да, если мы сейчас его отгоним, мы увидим масляные пятна, солярку и так далее и тому подобное. Ну, вот он треш. То есть участок строительный вообще не убирается. Вот это вот у нас, да, это у нас, здесь у нас тротуар. Вот мы видим здесь тротуар. Вот здесь у нас ходят дети, ходят все, вот. Вот это, неужели вот это трудно убрать? Вот гвозди, казалось бы, хрень, да? Казалось бы, ничего. Вот это вот. Вот представьте, ребенок вот здесь вот бежит, мама с ребенком, мама в телефоне, ребенок. И ребенок сносит себе пол вообще тела. Понимаете? Вот, вот это все. Вот здесь вот, пожалуйста, торчит вот эта вот пельня, да? Тоже, казалось бы, мелочи. Но ведь человек может трудоспособность потерять вот из-за этого, ударившись вот об это, простой пешеход, потеряет на неделю трудоспособность. Он не сможет кормить семью свою и так далее. Но им срать на это. Им надо деньги зарабатывать. Им надо быстрее, пока активисты не успели все это передать в суд прокуратуры, им надо быстренько все это закончить. А потом все, закон обратной силы он не имеет. Не пойман него. Это стандартная политика Собянина, да? Насрать, освоить бабки, 80% украсть, да? А на остальные 20% что-то сделать. На следующий год это начнет разваливаться. И мы начнем опять же за свои деньги это все ремонтировать в рамках текущего ремонта. И нам будут рассказывать, да нет, все нормально, что, ну это текущий ремонт. А то, что плоскостное должно быть до 50 лет служить без текущего ремонта, об этом никто не говорит. Понимаете? Вот и представьте, какие деньги они просто-напросто разворовывают. Есть сквер на Шипиловской, мой любимый, я живу там рядом. 130 миллионов, квадрат 100 на 100. 130 миллионов, квадрат 100 на 100. Потрачено максимум 20 миллионов. 110 миллионов украдено. Тупо украдено вообще. Блин, и что? Написано везде, в прокуратуру, в фаску. Вот везде, президент тут. Я не знаю. Срать всем, срать. Собянин сказал, открыть сквер, значит мы откроем сквер. Как? Накитаем что-то сверху, быстренько асфальтика сверху кинем, и все, у нас все готово. Так и здесь все будет. Эта хорда не простоит от 20 лет, а должна простоит от 150. Здесь радиоактивность три нормы. То есть 60 микроренген, а должно быть не более 20. И вот это тонкопелитовые частички, мы их вдыхаем. А когда мы их вдыхаем, то биография укорачивается. Если мальчик возьмет лист от дерева, листочек в рот, и пожует его, то в армии 6 раз не потянется. А после армии ему девчонки не нужны. Вот к этому все ведется. Я Собянину, нашему градоначальнику, послал обращение, в котором указал 358-я статья ЭКОЦИР. Согласно этой статье, ужас в том, что мы под эту статью подходим во всех параметрах. И из-за того, что мы подходим, сидеть нужно всем от 12 до 20 лет тюрьмы. Что ждет нас дальше? 40 раз радиоактивность выше у этого завода. И хорду ходят, ось класть, именно эту радиоактивность. Уже здесь, где автобус идет, краевая пыль около бордюрного камня, ее мерили радиоактивность. Она в 3 раза выше, чем должно быть 20 микроренген основной, а у нас и 60. Это просто так. А когда хорду откроют, и на колесах будут радиоактивные тюрьмы разносить, то будет вообще страх. Этого никто не понимает. Ну не знаю, то ли в голове две извилины, одна из них с прямой кишкой срослась. Я вообще не понимаю. И вот здесь, именно на этом коллекторе, хотят поставить опоры. Они пробьют канализационные коллекторы, и мы просто курьянова подоним. Подоним фекалиев.